Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас снимаю ваш таро прогноз на следующую семидневку. Помогают мне в этом таро мир видений и оракул символом. Смотрим, как всегда, узловые точки, а именно позитив, негатив недели, совет от карт и неожиданность периода. Поэтому настраивайтесь, расслабляйтесь, потому что чем глубже вы погружаетесь даже в визуальный ряд карт, тем больше вам идет информации. Причем информацию не только от ту, которую я вам даю как право дико, но и та, которая идет самостоятельно вам. Итак, позитив, негатив, совет от карт. Что же у вас здесь? Так, паж мечей, четверка, пентакль, суд. Ну, во-первых, у вас здесь могут быть какие-либо проверки от налоговой, либо юридического характера, либо просто какие-то плановые проверки, допустим, вашей деятельности, либо на работе, с целью выявления, нет ли каких-то коррупционных схем, правильно ли все подсчитано, либо правильно ли вы вообще ведете свою работу. То есть анализ текущих дел вашей работы, либо вашего предприятия. Это первое. Второй момент, это проанализировать ситуацию, потому что может здесь прийти какое-то извещение о штрафах, о каких-то невыплатах, о каких-то долгах. И вы будете проверять, действительно информация верна, касается ли она вас, каким образом эти долги могли появиться. То есть это выявить и, скажем так, этот вопрос закрыть. То есть выявить какие-то ошибки, недочеты. Удачное, кстати, время для... По дням, боже, акция русийская. О, не могу быстро вспомнить. Ну, давайте так. Прекрасное время для апелляции судебных процессов. Если вы хотите подать на рассмотрение какое-либо ваше заявление, какое-то дело, то очень будет успешный период, потому что вашу заявку не только примут, но и, помимо всего прочего, дело действительно может быть рассмотрено со знаком плюс по вашему вопросу. Естественно, для вас. Также это вопросы анализа, куда деньги инвестировать, чтобы их сохранить, либо как, в принципе, сохранить свои деньги, либо как выудить деньги из предприятий, либо государства, если вам должны по каким-то моментам. То есть все упирается в эти нюансы. Если кто-то будет анализировать вопрос бракоразводных процессов, или дележки имущества, или наследства, то могу сказать, не переживайте, однозначно здесь останетесь при своих интересах. Если арканы смотреть с точки зрения личной жизни, и на текущем этапе вы у нас свободны. О чем здесь идет речь? Ну, как вы видите, на повестке дня у нас здесь падает маг. Человек тонкий манипулятор, не обязательно может быть мужчина, это может быть и женщина в этой ипостаси, потому что, если смотреть по картам, человек, который длительный период за вами наблюдал, и вот теперь четверка пентахли и суд, это, знаете, как взять вас в узды. То есть это попытки восстановить с вами отношения, будут проявляться по отношению к вам с целью возобновления ваших взаимоотношений. Если у вас любовные треугольники, то это проанализировать, осознать, понять, что человек в чем-то лгал, просто вас держал как запасной вариант, а с кем-то отношения выстраивал, либо наоборот возобновил. И здесь по аркану башни это ссоры, это конфликты, это разрушение союза. Если же вы в стабильных связях, то это комфорт, это умиротворение, это сглаживание острых углов, конфликтных ситуаций. Это проработка каких-то, может быть, блоков, родовых травм, либо просто проблем вашей пары, либо вашей семьи. Потому что здесь это как стабилизировать текущее положение вещей и возродить ваш союз, ваши взаимоотношения в том ключе, в котором вы хотели видеть это, знаете, как взаимодействие в вашей семье. Если арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и по ряду причин вы не можете работать, здесь быть на попечении семьи, плюс решать вопросы, связанные, допустим, с наследством. Если же у вас есть время и ресурсы, и вы работу и ищите, то здесь, благодаря инициативе и возможностям, связям кого-то из ваших родственников, это у нас указывает карта, это могут быть перспективы трудоустройства, потому что появится здесь стабильность. Если мы смотрим вопросы для наемного персонала, то вашу кандидатуру могут рассмотреть и на повышение, и, допустим, на перевод в другую филиал вашего предприятия, в другой цех или в другой отдел. Но для вас это идет со знаком плюс. Почему? Потому что, как минимум, это просто увеличение заработной платы, как максимум, это карьерный рост со значительным бонусом по деньгам. Если же мы будем смотреть вопросы для тех, у кого свой собственный бизнес, как мы видим, Аркан Жирец, это заниматься структурным подходом к своему делу, это заниматься своим образованием, это могут быть какие-то бизнес-курсы, либо повышение квалификации по той нише, в которой вы работаете. Также это может быть образование для вашего персонала, если у вас таково имеется, потому что здесь вкладывать ресурсы, анализировать конъюнктуру рынка, вкладывать ресурсы для того, чтобы возродить, поднять и приумножить развитие вашего дела. По состоянию здоровья. Обращаем внимание на иммунитет по той простой причине, что здесь может дать слабяное. Как следствие, вам нужно будет заниматься по рекомендации врача, возможно, пропить какой-то комплекс витаминов, ну, либо какие-то общеукрепляющие препараты, которые помогут вам изменить эту ситуацию. Что у нас здесь в негативе? Паш Кубков, Пятерка Кубков и Рыцарь Мечей. Так, ну, во-первых, повышенная конфликтность. У кого-то на эмоциях, на вопросах эмоционального, физического истощения – это раз. У кого-то, знаете, по 2200 алкоголя, либо, не дай бог, каких-то психотропных препаратов, когда, знаете, как не думали, о чем говорили. Это раз. Плюс у кого-то конфликты с детьми. И, знаете, как очень сильно переживать по этому поводу, сетовать на эту ситуацию, потому что можете быть резким на эмоциях, не подумавши. Но особенно это будет касаться тех лиц, которые состоят в любовных треугольниках, потому что здесь налицо, это, знаете, как ситуация обмана, это когда вы осознаете, что вас человек водил за нос, и, как следствие, это ваша резкость, ваш напор, то, что приведет к крушению союзов и связей. Совет. Ну, по девятке Пентакли – это самодостаточность. И, в первую очередь, рекомендация здесь идет о том, что думайте о себе, о своей целостности, о своей структуре, о своей стабильности. И вкладывайте в себя деньги, время, ресурсы, любовь, заботу. Не важно, что. Вы помните, что вы у себя одни. И никто в мире о вас не позаботится лучше, чем вы сами. Поэтому здесь, в первую очередь, акцент на свое процветание, на свое социальное развитие, на стабилизацию вашего финансового положения. Для кого-то это как искать новые источники дохода, сбережения, сохранения денег и продумывать какие-то инвестиции на будущее. Если мы с вами посмотрим... Так, что же у вас тут падает вдова? Ну, хорошо. Здесь черное место. Прямо у вас карты, как на подбор. О чем говорят арканы? Давайте разбираться. Во-первых, как мы видим, у нас здесь падает карта вдовы, которая у нас указывает на ситуацию каких-то потерь, расставания, разлуки, одиночества, либо скорби о потерянном партнере. Но здесь, в первую очередь, видите, как я говорю, это может быть крушение взаимоотношений, вот по этим причинам. Либо, если это восстановление отношений, это вот из-за того, что кто-то как тосковал, будут проявляться с целью эти отношения восстановить. Поэтому сам по себе аркан указывает на ситуацию сосредоточения на себе. Вот поэтому у вас там ложилась девятка пентаклей. Это ограничение в общении, это может быть, знаете, изоляция, которую вы хотите сами. Это, знаете, быть интровертом в рамках этих семи дней. Осознанное одиночество, я бы так сказала. Потому что здесь идёт уход в какие-то собственные переживания. Это сознательная самоизоляция и желание выплакаться, побыть одному, себя пожалеть. Ну, вы знаете, у всех бывает такой период. Вот хочу полежать на диване, посмотреть грустные фильмы, музыку или поплакаться. Пусть меня все пожалеют. Потому что здесь такая вот ситуация. Ну вот, блин, ну вот почему никто не видит, какой я хорошая или хорошая, и так ко мне относятся. Поэтому здесь, в первую очередь, это ещё как указание проработки этой ситуации для многих. Это вспомнить о предках, это посетить родовые могилы. У кого-то, к сожалению, в рамках этого периода это может быть негативная такая памятная дата. Знаете, как кого-то поминать. Если кто-то у вас ушёл из жизни, какие-то родственники, знакомые или друзья, то может быть действительно ситуация, когда можно будет заказать поминальный молебен или какую-то службу с целью, знаете, как вспомнить о человеке. Ну и вместе с тем, как говорится, знаете, выплакать свои негативные эмоции, поделиться. Но видите, у вас из крайности в крайность. Тут вдова, тут падает возлюбленная. Ну называется, поплакали и хватит. И на самом деле это хорошо. Но и для женщин это может быть ситуация, когда по отношению к вам, ну как знаете, выиграла соперница, то есть вами предебрегли, выбрали соперницу. Поэтому так карты могут показывать. Для мужчин это просто конфликт с любимой женщиной. Ну а в целом, если это не касается личной жизни и взаимоотношений, о чём говорят данные аркады, особенно в связке. Ситуация учит, что необходимо научиться терпению, упорству, неспешности во всём. Главное на данный период – забота о себе. Обратите внимание, уже третий аркан, вот тут девятка Пентакли, здесь вдова и возлюбленная. Видите, смотреться в зеркало, любоваться, заботиться, холить себя, лелеять. Потому что вы должны источать обаяние, шарм. И неважно, мужчина вы или женщина. Это указание на то, что вы были красиво одеты даже дома. Для самих себя. Вы знаете, как получите кайф, удовольствие от того, насколько вы прекрасны. Потому что здесь основная задача – получать чувственные удовольствия и дарить их близким вам людям. Потому что вами будет двигать стремление к удовольствию, к комфорту. Это, знаете, вместе с тем, конечно, это желание удержания привычного стабильного уровня жизни либо взаимоотношений, цепляния за них. Но о чём говорит Аркан? Соблюдайте гармонию между потребностями души и тела. Остерегайтесь эгоизма и леньи. Ну то есть, если для женщин – это почувствуйте свою внешнюю привлекательность. Для мужчин – обратите внимание на роль женщины в вашей жизни. Или просто больше внимания уделяйте своей любимой. Потому что здесь – это выражать свою любовь через конкретные действия и поступки. И тогда вы посмотрите, как меняется ваша жизнь и как вы получаете удовольствие от простых обыденных вещей. Вот такая у вас неделя. Ну, на самом деле, непростая, но тем не менее, знаковая. Мы сделаем вот так. Давайте мы весь негатив этот уберём. Он нам здесь не нужен. Проведение вам свыше и поддержки. И, соответственно, правильного выбора и движения вперёд. Пусть ваше знание приумножится. Пусть любые болезненные ситуации вас обходят мимо. Но я от вас, как всегда, жду обратной связи в комментариях под видео по прошествии времени. Вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok